ребята всем доброе утро я готовлю завтрак собираюсь пожарить яички с сосисками у меня через два часа уже встреча с нашими покупателями сейчас нужно позавтракать сегодня очень плохо спала отвратительно с 5 утра вообще не могла спать нам сегодня в дорогу нужно наоборот высыпаться я не могу у меня нету сна всякие мысли в голову лезут вот в общем ну наверное каждый понимает когда собирается в какую-то дальнюю дорогу особенно такие перемены как у нас ну конечно это все в голове не укладывается все как-то волнительно переживаю вот а мы уже собрали тут вот сумочку с собой которая нам может пригодиться жену да тут у нас лежит тут у нас вот сумка собрали все необходимые вещи ну так по минимуму какие-то там полотенчики переодеться там запасные штаны и футболки вот потому что не знаем сколько пробудем там и что нам вообще может пригодиться какая погода одно мы посмотрели погода сейчас краснодаре плюс 15 было на вчерашний день вот естественно мы какие-то теплые вещи в багажник возьмем с собой потому что все-таки это дорога мало ли что может в дороге случиться вот 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 фу не дай бог конечно вот а так сама я поеду в джинсах в эти шубейки свои беленькая она у меня облегченная и осенние ботинки естественно зимнюю одежду никакой одевать не буду возьму с собой но одевать не буду вот поэтому такое у нас сегодня суматошно утро началось сейчас пожарим сосисочки яички позавтракаем и пойдем на сделку вчера звонила им вечером уже хотела попросить чтобы сделку маленько пораньше перенесли чтобы нам пораньше выехать вот она позвонила риэлтору не дозвонилась до него перезванивает говорит что то ли это служебный его номер телефона то ли что говорит я не дозвонилась но завтра если с утра дозвонюсь то попрошу там насколько возможно пораньше я говорю ну ладно хорошо вот с одной стороны может не стоит прям торопиться все собрать все обдумать чтобы ничего в дорогу не забыть какие-то такие мелочи как например зарядника телефона или там еще что-то так вроде уже все взяли приехала на сделку еще нет никого я самая первая забыла на какой этаж мне а вот на 3 у кошка залезла под машину переживаю чуть-чуть если честно уехала даже документы не взяла не знаю сегодня надо не надо наверное нет может надо все ребята я уже дома у нас прошла сделка по не сделка да а как она называется взятку взяли взятку взяли за дом сейчас прощаемся с родителями с детьми и все мы уже готовы одет его уже вообще одет и стоит и пожелайте нам удачи мы поехали краснодар искать наше гнездышко на валерия давайте смотрите только чтоб коротки были чтобы не настраивать потом да конечно а то приедете однако вот снизу 1 сверху верусь а мы вам позвоним вы нам тоже звоните там по ватсапу я не знаю там как связь будет ловить вов ты мой зарядник взял да дочь не виснет а сейчас маску мне оторвешь сегодня переживают пишут за дядю вову вы горит у дядю вову ты с собой берете его конечно а куда мы его деньги переживают он у вас горит такой хороший давай 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 все мы поищем хотя нам много надо заехали в пятерочку что-нибудь покушать в дорогу взять то мы сегодня только завтракали все в попыхах попыхах сейчас что-нибудь покушать возьмем и поедем так хочу нам чё нам нужно чё нам купили купили не замерзайку такая грязище на трассе вообще ужасно так мешает этот лимень так сильно тянет я его вот так вот пока делаю вот грязь прям сильно очень много особенно если вот фуры идут и их не вовремя не обгоняешь они прям всю эту машину заплескивает грязи все мы едем уже разделись в кофточках сейчас наверное маленько перекусим по дороге прям волос я сделаю петербродики мы купили зашли в пятерочку колбаски молока и батон так чтобы можно было маленько покусочничать вот и едем хотим сегодня проехать самару вот потому что выехали мы все таки уже в час в принципе так и планировали вот и если бы с утра конечно мы уже больше проехали но ничего едем на позитиве вот все таки сейчас получила задаток за дом и я уже начинаю уже осознанно более понимать что все таки дом уже это не наш что нам хочешь не хочешь нужно искать уже какое-то другое жилье вот попросил что-то показывать не знаю вот так что ребят едем мы да все фуры нас обогнали которых мы обогнали поедем опять всех обгонять там сейчас плохо движение начинается одностороннее пропусти фура жаль я вижу вот из-за того что я не знаю и вот и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Уральская дорожка, все замело, проезжаем Юрюзань Уже проезжаем? Да, сейчас будет Юрюзань у нас, главное нам вот эти горы сейчас пролететь, потому что здесь как всегда могут быть пробки Очень много фур едет Анастасия у меня за рулем, молодец Рулю, стараюсь Да Дорога загружена все-таки, да? Все равно Да, дорога загружена, короче, солью посыпана Гвязная Не замерзайки залили, стекло постоянно закидывает Скорей бы в южные страны приехать Страны Размахнулся Где уже солью там не посыпают, наверное Кстати, мама сегодня смотрела погоду Там на понедельник или на вторник у нас будет на Урале минус 29, а там тоже будет всего плюс 1, а сегодня в Краснодаре плюс 14 И там еще сегодня дождь начинается А мы когда приедем, прямо резко похолодает вообще Сегодня нам звонила наша соседка, которая попала в больницу неделю назад Со второй половины с нашей вот Да, с нашего дома, как бы со второй половины Ревет на взрыд Вы меня, говорит, просто убили, короче Своим переездом Настя у меня аж заплакала Да, я еду за рулем, у меня слезы побежали Короче, соседи у нас, мы же там со всеми, считай, как бы дружили, короче Ну, у нас улица такая вообще, как бы, ну, мировая И все просто в шоке Мы всех ошарашили Как бы нас любили, и мы всех любили Нам бы, конечно Таких соседей с собой всех забрать Да, и там, чтобы жить с такими Ну, как бы, я думаю, что и на новом месте у нас будет Будут хорошие люди, да То же самое, потому что мы, как бы, неконфликтные люди Да Умеем Да, компромисс, как бы, найти можем со многими Если там кто-то что-то, так можно просто не общаться, не усугублять чего-то Конечно, конечно И жить, как бы, со своими причудами Фиксировалась Ну, вот, проезжаем Смотри, какой вид здесь, блин, ну, не успели Или там дальше еще будет? Там будет, да Это Сфокусировалась? Это наши уральские горы А как сфокусировалась, понять? Ну, нормально, чисто показывать Да нет, не чисто Не чисто, значит, не сфокусировалась Ну, и как, переделать что? Ой, как красиво Да, вот такие вот у нас места Урал, как бы, тоже по-своему красивые места есть Нет, конечно, красивые Никто не говорит, что у нас некрасиво Очень красиво Просто вот сейчас снег идет И, как бы, видео недостаточно такое Так там еще, смотри, сколько будет виду-то Я думала, он здесь сейчас кончится А он еще Мы еще вон там будем И ему будет видно весь этот обрыв Здорово, да? Угу Это мы сейчас, получается, где? Ну, это Сим проезжаем Машины все как чумазики, грязные Самое такое аварийное место вот здесь Почему? Ну, постоянно здесь бывают аварии В основном там фуры какие-нибудь или что Так а здесь все медленно едут Гоняют, обгоняют Ну, очень плохо видно, потому что заснежено сейчас Как в тумане А так вот летом едешь, когда вообще тут красотища Настя, вот здесь сплошная Держись, это полосы Тут камеры везде Люди прямо около дороги, да? Около такой оживленной дороги живут Вот на подъеме обычно всегда пробки Вот туда вот дорога О, ничего там Когда дорога вон туда вот идет Там пробки Машина съехала Ты на дорогу смотри Это нам в ту пару ехать? Да Да Ребят, мы заехали на заправочку Мы уже в Уфе Вот, сейчас поедем дальше Вова меня маленько подменил Я устала очень за рулем Да, папа? Всем приветики 25 литров я заплатила За 25 Поехали дальше Полная заправка Тут хорошо, марки Там сосиски в тесте, кстати, есть Кофе Не хочешь? Нет? Мы остановились За незамерзайкой Вова уронил крышку Под капот Она там куда-то провалилась Он полез ее искать Капец, я замерзла Машина не работает Отключена Я в одной кофточке сижу И чусь Наверное, минут через 30 Уже подъедем к Самаре А что, это страшно, если она туда провалилась, что ли? Ну, незамерзайка Там прескаться А, незамерзайки Ой, крышка от этого Господи, я думала, от новой бутылки крышка Думаю, что она ее ищет Оказывается, куда незамерзайку наливать Неправильно поняла Вот, мы сейчас минут, наверное, уже 30 И будем в Самаре Время полдевятого вечера Вот, нас там уже ждут Сейчас заедем, наверное, в магазин Там как раз Вот эта вот женщина Которую мы едем Вова, когда был в командировке Они у нее жили У нее трехкомнатная квартира И она как бы, ну, сдает Там, вот, видимо, приезжие Там работают И она как бы сдает И Вова, говорит, все время кушать нам готовила Все Поменяли, жили Всем добрый вечер Мы, где Вова, мы? Мы под Самарой Мы под Самарой У нас такая вот комнатка Здесь, видите, типа, как хостел Но мы здесь вдвоем И хозяйка в соседней комнате Вот сейчас Сейчас пойдем в душ И спать Что-то все губы тут обьет Люсь, вообще не могу Вот сейчас Хорошая тетенька, да? Да, хорошая тетенька Встретила Нас накормила борщом Сварила специально для нас борщ В общем, все так хорошо Вот Сейчас постелили нам уже постель Мы сейчас ложимся спать Буквально Будем спать где-то, наверное, до пяти утра И к шести, наверное, будем уже выезжать Вот так что Всем спокойной ночи Спасибо, что нас поддерживаете За ваши комментарии Огромное спасибо За ваши Такой, знаете Позитивный комментарий Что вы поддерживаете Что вы верите Что все у нас получится Что все у нас будет хорошо Огромное вам за это спасибо Вот Увидимся с вами завтра Всем спокойной ночи Всем пока